Ну не впечатляло, понимаете, вот я наблюдал за тем, что там происходило, не впечатляет картина. У нас тут полная, так сказать, апокалипсис сейчас финансовый начнется, и у нас тут просто один бульдозер копает, да. Если бы они просто напали на этот контейнеровоз с лопатами, то они бы его могли там за сутки откопать. Я ходил порядка 7-8 раз. Прохождение Суэцкого канала это всегда испытание для капитана судна и для палубных офицеров, потому что Суэцкий канал это место, где от вас требуется определенная концентрация нервной энергии. Я имею ввиду от капитана судна в большей степени, чем от остальных. Все начинается с того, что вы заходите в Суэцкий канал, когда вам местный трафик контроль диспетчер дает ваше место в караване, и они вам сообщают, что, допустим, завтра в 10 часов утра начинает двигаться караван, вам нужно прибыть в такую-то точку и следовать за вот таким-то вот судном. То есть ваша задача именно втиснуться вот в эту воронку судов, которые сходятся, так сказать, для того, чтобы пройти Суэцкий канал и вовремя прибыть в точку. После прибытия в точку судно у нас берет первого лоцмана. Лоцман садится на судно и оно следует по участку, и лоцман, по сути, ведет судно. Он дает команды на руль, его задача держать именно судно на маршруте и держать нужную дистанцию от теплоходов, которые идут впереди в караване. Вот, по сути, вся работа лоцмана. Ну, лоцмана Суэцкого канала — это люди, которые постоянно занимаются вымогательством сигарет. И поэтому у нас Суэцкий канал, так и называют часто на жаргоне, Мальбора канал. Приблизительное количество сигарет, вот свой опыт прохождения Суэцкого канала — это один ящик. 50 блоков, суэцкие арабы, они обязательно выцеганят за время прохода Суэцкого канала. Лоцман непосредственно командует парадом во время прохода Суэцкого канала, а капитан несет именно ответственность. Использовали его откапывание при помощи, значит, бульдозера, да, каких-то экскаваторов, которые именно бровку канала с сухопутной части его копали. Значит, потом подогнали дноуглубитель, судно, которое, значит, именно предназначено для дноуглубительных работ. То ли это был землесос, то ли земснаряд, но, в общем, их задача была немножко углубить дно под носовой частью контейнеровоза. И третье средство — это было у нас, значит, буксиры, да, которые тянули судно, пытались развернуть. Также потом со временем дали добро на разгрузку контейнеровоза, да, подогнать туда какой-то кран строительный, и потихонечку эти, значит, контейнеры начинать снимать туда и ставить в пустыню. Ну, я так понял, что эта операция так и не началась. Ну, видать, он слишком глубоко зарезался в бровку канала, вот, а средства снятия были очень-очень вялые, понимаете? Вот это вот одного экскаватора, ну, маловато там, понимаете, для того, чтобы откопать. Ну, такая вот ситуация, да, когда прорывали канал, не думали, что у нас будут суда длиной в 400 метров. То есть, когда канал, значит, открывали вот в прошлом столетии, суда 200 метров — это были как бы такие гиганты большие, да, на 400 метров, ну, никак не рассчитывали. Слушайте, ну, вообще, я смотрю, когда на вот эти фотографии, у меня вопрос был всегда, где индустриальная мощь, вот, где вся людская мощь, где технические средства, понимаете? Вот я сейчас вот смотрю, в 200 метров идет стройка какая-то там чахлая, и там и то техники намного больше строительной, чем там было вот в Суэцком канале. Все вот говорят, пробка какая-то там, да, на 400 миллионов, там, миллиарды, ну, сексиллионы там уже какие-то нереальные. Но при этом какой-то один чахлый экскаватор стоял возле носа этого судна, пытался его откопать. Это, ну, выглядело очень странно. Учитывая масштаб этой проблемы, там должны были доставить бульдозеры на подвесках, на тяжелых вертолетах. У нас кругом там страны есть, базы американские, там, Саудовская Аравия, то есть у них у всех есть очень мощные технические средства. Если бы они просто напали на этот контейнеровоз с лопатами, то они бы его могли там за сутки откопать, если бы это кому-то надо было. Если это техническая причина, то отвечать будет ship management. Если это human factor, отвечать также будет ship management, потому что они те, кто наняли людей, которые на судне. В данном случае Бернард Шульте менеджмент. А работают они все на Evergreen. Кстати, вот многие говорят, что Evergreen, на самом деле Evergreen тут совершенно вот вообще ни при чем. Они просто работают на Evergreen, и Evergreen это логисты. Они будут до последнего утверждать, что эта авария вызвана ветром была. Потому что если что-то будет доказано другое, если это будет техническая причина, то убытки, претензии, клеймы могут быть настолько велики, что просто разорится ship management. Ну, в общем, кто за это будет платить, тот и разорится. Но, честно говоря, я в это не верю особо, потому что опыт эксплуатации таких больших контейнеровозов уже у нас имеется где-то в мире порядка 10 лет. Когда ходят контейнеровозы именно с вот этой парусностью, именно вот этих размеров. И я думаю, что если бы раньше хотя бы даже какая-то намек на опасность от того, что контейнеровоз может сдуть, то об этом уже давно бы позаботились. Могу сказать 100%, что это было здесь что-то совершенно неожиданное, что-то, чего не случается. Понимаете, так вот получилось, неудачная конструкция у этого судна. Понимаете, другое, любое другое судно не заткнуло бы канал. Вот любое другое. Только это именно судно, именно благодаря своей комбинации своего размера, своих обводов подводной части корпуса судна, именно смогло заткнуть канал. Другое бы не смогло. Кто платит за все эти операции, очевидно, что это будет делать шип-менеджер, именно Бернард Шульта. Инцидентов, когда суда получают какие-то повреждения, садятся на мель, их, я думаю, происходит достаточно. Просто они не получают резонанса, это никому не интересно. Но это может произойти запросто, понимаете, и судну сесть на мель много не надо. Так что я думаю, что эта информация у нас доступна только лишь у администрации Суэцкого канала в таком полном объеме, но они, конечно же, вряд ли ей поделятся. Продолжение следует...